Дональд Трамп Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Нижней Польше нужно 100 лет. И это при условии, что Польша остановится и будет ждать Украину. По мнению политика, кабинету министра Назалежной нужно признать, что за последние четыре года страну убили, а теперь власть списывает свой непрофессионализм на войну. При этом Литвин с пессимизмом отнёсся к заверениям премьер-министра страны Владимира Гройсмана, который спрогнозировал Украине экономический подъём в ближайшие пять лет. Киев не получит дополнительных прав от денонсации соглашения с Москвой о совместном использовании Азовского моря и Керченского пролива. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль. Она также подчеркнула, что разрыв договора может спровоцировать лишь новый территориальный спор. «Когда мы продолжаем настаивать на том, что соглашение необходимо денонсировать, мы, в принципе, собираемся подтвердить позицию россиян относительно того, что это соглашение действует». При этом Зеркаль обвинила Россию в нарушении прав Украины как прибрежного государства. Президент США Дональд Трамп поручил ряду американских ведомств подготовить для Конгресса доклад по договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности по поводу якобы нарушений со стороны России. Об этом говорится в документе, который распространил в понедельник Белый дом. Соответствующее поручение Трамп дал госсекретарю США во взаимодействии с министрами финансов, торговлей, главой Пентагона и директором национальной разведки. Отмечается, что доклад Конгрессу необходимо в соответствии с разделом 12.44 закона о защите национальной обороны за 2019 финансовый год. При этом в разделе 12.44 говорится о комплексном ответе на нарушение России договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Стоит отметить, что Россия неоднократно заявляла о строгом соблюдении своих обязательств по договору. Министр иностранных дел России Сергей Лавров также отмечал, что у Москвы имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу выполнения договора с самими американцами. Редактор субтитров А.Семкин